Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Я в своем мониторе беспокоюсь Он у тебя есть Главное, что Мы не успели аппаратуру проверить Но и как-то мы сместились сюда Ну к вам Так что давайте Все-таки это будет концерт Наверное и по заявкам Не только автора И еще хорошая конструкция Только-только не автора Автор такое может заказать Знаете, да Ну какие-то песни вот вспомнились Недавно Совсем недавно мы вернулись С Женей, с Лидой Чебоксаровой Из Риги, из Юрмала И там нам была подарена уникальная возможность Каждому Записаться В первой студии Латвийского радио Такой живой концерт Ну что такое Студия, в которой пишут Симфонические оркестры Там знаменитый Рояль Паулса стоит На нем гвоздем нацарапан Здесь был Раймонд Я хотел нацарапать И Леня Гвоздя не нашел И там сразу живой звук Значит И прекрасная запись И я вот Вычленил из памяти песни Которые я Тысячу лет не пел Никогда на концертах Мне показалось это интересным Распечатал тексты Кое-что осталось в памяти Десятой поры И может быть Вот Сегодня что-то я еще На исходе Значит Остатков памяти Песни Подкорки Попытаюсь спеть Гранговато моя Да Немножечко Писок Вскребрать Так что Совпадет все это С настраиванием Но это тоже Своего рода Аттракцион Ну а начнем Мы разгоняться По привычке С дорожной песни Автор так захотел Все претензии К нему Я лишь Проводник Вот он так решил Значит Так вот Будет Равновесие не держит Наш вагон Словно пьяница Зашатается в ночи Только слышал Огустевший тары звон Да в кармане Тихо звякают ключи Чуть поменьше Тонат ящичка С письмом Чуть побольше От французского замка Позади остался Незакрытый дом Впереди Незавершенная строка Тонат ящик С ним сливается Губейный синий свет Это что же это такое Что за блажь Чтобы в строчке Уместилось Сколько лет Ведь когда Пластались Трудно Погинет труп И слова летели Струнами за меня А вдруг на этой строчке И замкнется Пурок Этой жизни Предпоследней Для меня Вся тупая Разбить груз Средка Вед Может вернуть Угасается Окошечный пейзаж С ним сливается Губейный синий свет Это что же это такое Что за блажь Чтобы в строчке Уместилось Столько лет Ведь когда Пластались Трудно И не вдруг И слова летели Струнами звенят А вдруг На этой строчке И замкнется Круг Этой жизни Предпоследней Для меня Вся тупая Разбить груз Средка Вед Я не вернусь Снова поле Разбленованным листом Снова дым от сигарет Там потолком Где-то, где-то Впереди Закрытый дом А где-то сзади Кто-то забытая Страхан Сяду Поеду Разведу В среду Победу Я не вернусь Голос Аплодисменты Слышно? Нормально? Женину гитару слышно? Аплодисменты Нас видно Как Евгений Николаевич Слышно я думаю Мы узнаем В ближайшем будущее Ты микрофон пробовал свой? Да-да, пойдите. Мне так она понравилась, значит, и я сочнил свою, так значит, корида песня называется, и вот, это уже 30, почти 40 лет, да? Ужас какой. Ну вот, хочу вспомнить. Николаевич, изобразите что-нибудь испанское, и изображайте его на протяжении всей этой непритязательной песенки. Быку, как шпоры, бандерилье. Вот классный первый звук такой. Не, ну я-то так, а ты-то изобрази. Быку, как шпоры, бандерилье. Бандерилье, а на трибунах свист и вой. Тарера, вопески, стивильи. И бык с косматрой половой. Тарера, третий час неевши. Быка старается убить. А бык стоит на столбе неевши. Быку ведь тоже надо жить. Тарера прыгал, стервенело. Как согрешивший херуин. Но быку, какое дело? Кто это скачет перед ним? Тарера узкуснул тоскливо. Смычанием прыгнул на быка. А выкреснув его и древо, Не глядя, дал ему пинка. Упала шпада за ограду. Тарера выпил всякий сил. И бык прилег тихонько рядом. Он с детства красный цвет любил. Быку, как шпоры, бандерилье. А на трибунах тишина. Рыдает лопаст из Сибири. А бык. Но в чем его вина? Аплодисменты. Знаете, как ответ на старый анекдот, когда встречаются два человека, кавказские националисты, говорят, слушай, было в исполнении Харрида Хайдлбек, такое антисоветское существо, такое антисоветское, показали красный фото, так ты с ним истерика сделал? Они тут довольно старые уже, это когда Лужкова снимали, если помните, два так же вот такого же национальности человека в беседах, говорят, слушай, ну так, поснимай-то так, а что такое? Да доверенность какую-то потерял. А потом настали новые времена и отняли даже это, сувениритеты. Ну, наверное, исходя из этого, надо спеть песню на грузинском языке. Тамаду. Да, и как всегда, эта песня расцвечена тем, что ударные в данном случае, это Евгений Быков. Слушай, мы не договариваемся. Какой-то день как, давай я подвинусь, а? Слушай, вообще есть ощущение, что надо так поступить. Мы, Барда, передвижники. Да что ж, Барда. Пробки вообще. Первое деление закончилось раньше. Все, готово. Значит, толчком, как говорится, у каждого настоящего художника в творчестве должен быть свой толчок. В свое время узнал факт, что грузинский просветитель Давид Чубинашвили, в 1887 году, выпустил русско-грузинский разговорник, словарь, и там было понятие томодовство. Томодовство. Старшинство во время питья вина. Означало тогда. Это великое понятие. Ну, Евгений Николаевич. Соло два с половиной часа. Главное не мешать. Соло два с половиной часа. Словарю чудина шевели в далекие ушедшие года. Чтоб гости морды с рюмками не били, К застолью прилагался тамадан. Он говорил, и годы проходили, Эпохи исчезали без следа. И гости морды с рюмками не били, А слушали, что скажет тамадан. А я особо-то лучше, чем среда. Тамада, 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 тамада. А в стакане точно не надо. Тамада, 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 тамада. Был у отца трясина. Трясина — это такое болото. Там, например, за то, что у нас Никогда не засасывали болото, Житейский неврядец. А если бьёшь один, тогда беда. Тамада, тамада, тамада. А если бьёшь с друзьями, это да. Тамада, тамада, тамада. Однажды один дегит выил красивую девушку. Потом он загрыжу, но уплепой, Девушка исчез. Там в них за стену нашего дома, Которые никого не повесили, Кто никуда не исчезнет. Сегодня тоже много выступают, И тоже очень много говорят. Но в дребезги рюмашки разбивают, И морды бьют конкретно все подряд. И я скажу, но только между нами Запомни, чтобы детям передать. Уж если рюмку поднял, ты так знамя, То знай, кому когда их что сказать. А и без труда не выпьешь из пруда. Тамада, тамада, тамада. А если то, что нет, винов у рода. Тамада, тамада, тамада. Один маленький, но гордый шашлык Стоил девятьсот восемьдесят рублей. Да выпьем следующий вокал Прекрасную красную вина, Не закусывая. А за женщину выпьем мы всегда. Тамада, тамада, тамада. Сохать любая ягода. Тамада, тамада, тамада. Ну и вот из передачи Веселые ребята Тост восьмидесятый год. Кстати, вот пятого Я, ворцу веселых ребят Андрею Кнышеву как раз Исполнился возраст Российского пенсионера Покашкашного. Вот, все, мы его поздравили И будем еще поздравлять. Так вот, из этой передачи Тост. А чему черепаха не летает? Не хочет. А чему рыба живет в воде? Ей там нравится. Аккуйте в заводы. А если бьешь один, Тогда беда. Тамада, тамада, тамада. А если бьешь с друзьями, Это да. Тамада, тамада, тамада. Тамада, тамада. Ой, я за женщин Выбьюる вы an ideia. Тамада, тамада, тамада. 45 лет у меня яда. Тамада, тамада, тамада. Тамада, тамада. Тамада, тамада, тамада. А-а-а-а, а-а-а-а-а-а-а-а. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас у вас есть редкая возможность убедиться, во-первых, в наличии голоса, во-вторых, очень интересно, я бы сказал, о таком окрасе, ну и проверить диапазонность. А что споем? Пусть это будет загадкой для тебя до последнего. Кто знает эту песню, пойте, кто не знает, пойте громче, чем те кто знает. А в стране дураков, дураков не осталось, все приехали к нам погулять и отдохнуть. А у нас там всегда темнота и усталость, а у нас все путем, то ли как где он, то в пути. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Огнём, опадём, как без мечты Согреваемся в стужу, а сопнем в воде И вокруг митиша, в основном, человечней И всё меньше и меньше нормальных людей Подтяжки в задох, в глобу встанок Сам себе бог, сам себе бог В душу залез, там тёмный лес В лесу тепло, в тепле тепло Ла-ла-ла-лай, ла-лай-лай Ла-ла-ла-лай, ла-лай-лай В душу залез, там тёмный лес В лесу тепло, в тепле тепло А в страну дураков дураки не вернутся И без наших теперь ни туда, ни сюда И вздыхают, у вас и пудри будут, рваются И осталось в войне победить, как всегда Вяжь и вздох, в лоб на скатан Сам себе дождь, сам себе пан, в душу залез На темный лес, в лесу дупло, в дупле кепло А-ла-ла-лай, а-ла-лай, а-ла-лай, а-ла-лай В душу залез, на темный лес, в лесу дупло, в дупле кепло В свое время ваш покорный слуга и Михаил Николаевич Кочевков В «Дете гухаря», когда она еще была самая первая Вот там, напротив, наискосок от театра Маяковского Таилась в полуподвале Мы считались самыми, ну такими, наиболее привечаемыми Для персонала, для дирекции Потому что, когда мы пели наши, смешили Песни на тему, очень важную, я считаю Сохранение здоровья нации Потребление основного валового продукта нашей страны Народ нервничал и заказывал больше под нас Вот, поэтому, я понимаю, эта тема осталась, безусловно Куда же от нее единишься, знаете Такие времена, когда сейчас приходят в пятером на концерт Груют одну чашечку кофе и из пипеток разлетают Понесенные пузырьки, но все равно Есть еще люди, есть еще порох, понимаете Вот, и такая страничка Это, вот это пожелание автора, безусловно Воскресить сладостное воспоминание У кого есть, наливайте, не стесняйтесь У кого нет, представляйте, не стесняйтесь Только закусывайте даже в представлениях Формула долгожительства нашего народа Завтра лучше, чем вчера Так трудно завтра доживет Колхоз не поштрет, тягут Себя не стырли трактора И не родит вести велька землица без переги А мы сидим и водку пьем Как все допьем, так и умрем А так как все, нам не допить Как начинку, тем долго жить Потому что, вы знаете, вот не истыдим Не истыдим это желание жить И жить хорошо А если не получается каким-то другим способом То, ну, выпил и хорошо Понимаете, ну вот Выбил и легко Я на многих народах скажу честно Как исследователь пробовал Никто не хочет жить хорошо так И ни у кого так не получается Ну и, Евгений Николаевич Давай сразу перейдем к похмельной стадии Диптих Диптих Ну давай диптих Значит диптих Это черный такой, знаете ли, стих Такой мрачный Такой вот Энергия у него отрицательная Поэтому надо запить сразу А романс, наоборот, он такой Надежно-светлый С какой же ненавистью Водку пьют на солнце Шахтеры Барды Воспитатели яслей И то, что якобы она выводит стронцы Ее не делает прохладней и вкусней Напиток корчится и просится наружу А в горле комом изумленная душа И кислый привкус алюминиевых кружек Живет во всем своей стойкостью страша И так, извините, смертоносное светило Те, кто решились, тихо просят Не смотри Глоток Другой И разрывающая сила Бьет прямо в копчик, извините, изнутри Потом удар такой же силы Прямо в теме, как старт ракеты Типа стингер Воплотит И недожившее означенное время Тихонько молит Ох ты, Господи, прости Дрожат ресницы, уши, руки и колени Мозги мягчают, словно пена для бритья Но удивительно, что гадость ощущений Уравновешивает гадость бытия И все равно, что происходит с селезенкой И все равно, кто в Белом доме, кто в Кремле И рельсы бьют по голове легко и звонко И не осталось крыс на нашем корабле И понедельник начинается в субботу И каждый день вперед, с утра, на бой, на труд На солнце водку пить Тяжелая работа Вот только жаль за это Денег не дают Мои тоже впечатления неожиданно заканчиваются Но романс, вот еще раз говорю, он компенсирует Он как бы возвращает к жизни Ну, с утра всегда надо начинать несколько раз С каким же смаком в семь утра глотает пиво То, что дымится из-под пробки на ветру Оно вливается вовнутрь неторопливо Так пьют лишь пиво и лишь только по утру Глоток другой И наведенные на резкость Глаза и мысли возвращаются назад И унавоженно захарканная местность Вдруг превращается в цветущий дивный сад Над ним парит в лучах янтарного сияния Вчерашний грешник, вечный пленник, батуна И сокращаются большие расстояния И приближаются иные времена Где нет с утра тоски по хамель на бок Синдрома, а только радость в предвкушении труда Дорога весело бежит к родному дому А там жена глухо-гневая навсегда Старушка-мать печет оладьи хлопотливо Сынуля режет на маяне крапубя Ах, почему ж так быстро иссякает пиво Ах, почему же в этой жизни все не то Ах, почему же в этой жизни все не то Ах, почему же в этой жизни все не то Ах, почему же в этой жизни все не то Ах, почему же в этой жизни все не то Ах, почему же в этой жизни все не то Ах, почему же в этой жизни все не то Ах, почему же в этой жизни все не то Ах, почему же в этой жизни все не то Ах, почему же в этой жизни все не то Ах, почему же в этой жизни все не то Ах, почему же в этой жизни все не то Ах, почему же в этой жизни все не то Ах, почему же в этой жизни все не то Прямо так звучит. Да, что-то такое. Палка, палка, огуречек. Собуречек-человечек. Он стоит, поддернув плечи. Но мы глядим в окно. И давно закончен вечер. И давно затихли речи. И таинственной притечи. Под столом уже давно. Чтоб не выросли печали. Чтоб черти качали. Чтобы жены не ворчали. Пьем один лишь крепкий чай. И пока не укачали. Чалин в поисках причал. Где не чай раскончалась. Чья-то чистая печаль. Запятая точка, точка. Человечек на листочке. Об одни неровные строчки. Хочешь – верь, а хочешь – нет. Человечек на листочке. В результате в чахах бели. Положили перец чили. И в итоге получили. Переперченный обед. Что-то выросли печали. Видно, черти накачали. Что-то все мы порустали. И печалям нет конца. Проходились вначале. На кого-то все кричали. Все кого-то обличали. И остались без лица. Запятая точка, палка. Стародавняя считала. Кресло – бывшая качалка. Человечек под дождем. Вечер долг, век конечен. И таинственный предтечен. Всех забыл до новой встречи. До которой доживем. Не печальтесь. И печалям без печалям скучали. И не часто вы встречались. Чтоб закончилась она. А так сидим и не скучали. Наливаясь крепким чаем. И приятно раскачать. Наши жизни глубина. А так сидим и не скучали. Наливаясь крепким чаем. И печально наскачать. Наши жизни глубина. Стих и песня на мелодию Валерия Мищука. Я живу в огромном мире. В однокомнатной квартире. Шесть умножить на четыре. Вот и весь ее метраж. Я живу и в ус не дую. Я прекрасно существую. И ни капли не рискую. Взятым быть на абордаж. Справа знойное соседство. Слева старенькое детство. Посредине самоедство. Аж до третьих петухов. Серебрит рассвет окошко. Где же бродит эта кошка? Не бывает понарошку отпущения грехов. В тишине звенящей молча Я листы бумаги порчу. Кто ж наводит эту порчу, Что мешает тихо жить, тихо топать по дорожке. Где же бродит эта кошка? Забежала бы она немножко. Было б с кем поговорить. На столе листы бумаги, словно сдавшиеся флаги. А на них обломком шваги грифель от карандаша. Слово места не находит. Кто моей рукой будет? Где же кошка эта бродит грешна глаза и душа? Тень скользнула по портету. Переломан лучик света. Как хорошая примета дождь ударился в окно. В однокомнатной вселенной. С теплой грелкой на коленной. Мы мурлычем вдохновенно. И что будет? Все равно. Циферблат с будораженным ежиком Начал время гореть по углам. Малосольный огурчик скукоженный. Аккуратно делем пополам. Ну поехали в зеркало в трещинах. За конец календарного дня. Да за ту незабытую женщину. Что совсем потеряла меня. Ну поехали в зеркало в трещинах. За конец календарного дня. Да за ту незабытую женщину. Что совсем потеряла меня. Я бродил по дорогам придуманным. Выбирая пути на угар. И гитара с потертыми струнами. Не давал вернуться назад. И летелась, и пелась, и мучила. Душу рвал на несчастных шести. И казалось, что самое лучшее За ближайшим изгибом пути. И казалось мне крест свой несущему. Что не кончится этот полет. Но та ожидание живущая. Все простит и, конечно, поймет. Время ежик в луточку, Согрелывшийся. Укатило по лестнице на низ. И сижу я, еще не вернувшийся. Но уже не поющий на бис. Где-то ждет несопытая женщина. И на ниточке крутит колецо. То ли зеркало слишком уж встречное. То ли просто в морщинах лицо. Сколько ж вам исполнилось, милый друг. Что сегодня вспомнилось. Как-то вдруг. Вот бокал дополнился. О, и чем. Кто сегодня вспомнился. И зачем. Из огня до полымя. Сколько лет. Вы живете вовремя. Или нет. У кого не спрашивают. Все земные. А во что окрашены. Ваши сны. Дни рождение странные. Праздники. В них живут обманные. Сквозняки. Вроде только минуло. В двадцати лет. В дунку. У нас. И скинула. Нет как нет. А я почему по прошлому. Слезы лить. Лучше по-хорошему. Нынче жить. Наливай брючки. По отолоне. Закрываем форточки, поколодней Налираем рюмочки, поколодней Сколько шрамов исполнилось Сейчас поздравляем всех женщин с наступающим праздником Я хочу подарить и песню, которая наверняка придется ко двору Песня посвящается великому человеку, великому шарлатану, диетологу в наше время Французу Дюкану Знаем, да? Кто не знает старика Дюкана? Дюкану Нет, я не пробовал сидеть на нем Я видел тексты, пробовал сидеть на нем Нет, это запоминающее еще зрелище Когда я стал углубляться в учение Дюкана Мне понравилась основная фабула его учения Чтобы похудеть, надо много пить Диетолог предусмотрительно не сказал, чего Некоторые трактуют как воду Некоторые трактуют как воду кипяченую Воду родниковую, понимаете? Воду пророщенную Это венец вообще, пророщенная вода Я тоже воспринял этот призыв И закусывать Ну, ну, ладно уж Ну, здесь уж он, как говорится Поставил человечество в невкусной рамке А закусывать надо отрубями Ну, моя жена наловчилась сделать Такие оладушки из-за трубей Знаете, прямо я готов дюканить Под отрубят А вот еще я узнал из его теории Что такое эффект йо-йо Мне очень нравится Это слово сочетание, буквы сочетания Я всегда думал, что этот человек подходит к зеркалу Смотрит и говорит йо-йо А зеркалываем воо-йо И так вот Интонационная игра такая Примерно тоже самое то есть Это быстрый набор веса После кратковременной потери Вып fla 100 г-ов, потолстел на 3 кг Смотря, опять же, чем закусывать Если не отрубями, то конечно, это возможно Я долго так рассказываю, потому что я написал песню про дюкану, вернее, не про дюкану, а про людей, которые дюкануты. Кстати, на диске, который называется «Странный день», это песня в аранжировке Евгения Николаевича, который приложил так много личного, знаете, там такой хор звучит. Николаевич, ты же тоже дюканил, да? Недавно мы только перестали. А я тут как-то учудила, я, кстати, был тогда непьян, и сказала, знаешь, что учудила, мой идеал теперь дюкан. Мне жить с тобою ни с руки, ты не влезаешь в ползунки, которые носил, если ох, ох и ох. Я ей сказал, какого хрена в единическом масла? Она сказала, непременно и ла-ла-ла и бла-бла-бла. Короче, господи, прости, мне мозг проели до кости, и в горле комом стало снять, я стал худеть. Меня кормили отрубями, а если я их плохо ел, она выйти грозилась к маме. О, как я этого хотел! Я ночью днем худел, как Мартиков, а ночью все наоборот, поскольку ночью брал свою афетю ее. Я через месяц обессилел, забыл, когда с друзьями пил. Меня без всяческих усилий в складнях по комнату выносил. Сказал себе я, задний ход на помощь, надо звать народ, и я вернулся в экипаж, в родной гараж. Мы там не худеем по дюкану, с утра стакан в обе стакан. Под вечер режешь два стакана, и сразу похрен тот дюкан. Жить надо сразу веселее, чтоб похудеть побольше день, и мы дюканем до утра. Ура, 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 ура! В одном и по силе воздействия с дюканом идет в связке песня про то, как премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев приходил в больницу номер 67, чтобы встретиться с Леонидом Сергеевым. Очень хочется так объявлять эту песню всегда. Но на самом деле он просто приходил. А я там был в этот момент, и хотелось, конечно, чтоб он ко мне зашел. Ну, было бы о чем поговорить. Перекинуться пару слов о себе России. Вот. Но не сложилось. То есть, километра он не дошел до того корпуса, где я его ждал. В отглаженной руками пижаме. Ну, а все остальное, что вы услышите, это песня «Репортаж». По лучшим заветам и законам Юрьевича Витбора. Все практически. Вплоть до таракадов тоже было. И до трио ампутантов. Правда, сегодня дуэт будет, да. Но ампутантов точно. Как за раз лежу в больнице, одна нога и не быстро. Вдруг забегли сестрицы, в гости к нам премьер-министр. Надо выразить участие, он заедет вдох врачу. Мой сосед соблело счастья и повторно сдох в мочу. Набежало тут народу, стали драйвить весь этаж. Санитар Степан как воду пился два аж пять о-ах. А брактолог был в завязке, принял фенобарбетаон. И на марлевых повязках всем улыбки рисовал. До лет отмыли чисто, потеряв всего двоих. Десять опытных чекистов закосили под больных. Пробрались в палаты мирно, постояли на часах. И легли на стойке смирно с пулеметами в грузах. А вот и общество готово в коридоре талбача. Для приветственного слова рот открыт у главврача. И заходит тут охрана, все на вычку стоят. ПЕСНЯ 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 Что-то длинное, странное, никого не убили и не подняли Слены, но питье и жилье и печальные дети простейших фамилий Не бросались камнями в отражение свое Что-то день и честра ждали всем по заслугам Кто пошел по этапу, кто вернулся домой И на улицах люди поздравляют друг друга И счастливую жертву и веселый конвой И на улицах люди поздравляют друг друга И счастливую жертву и веселый конвой Что-то день и честра Солнце светит и жарко Ребятня без опаски Воду пьет из ручья и попрекше не удружат Пастухи и свинарки И земля плодоносит Потому что ничья И земля плодоносит Потому что ничья Вот и день наисходит Пусть течет, но приятно И рукой не дрожащей Перевернут листок И умом понимая Что душе непонятно Новый срок свой мотают На гитарной колоке И умом понимая Что душе непонятно Новый срок свой мотают На гитарной колоке Новый срок свой мотают И умом понимая Аплодисменты Это песня, которая звала эпиграфа Анны Ахматовой «Мурка, не ходи, там сыч на подушке вышит» «Мурка, серый не мурлыч, дедушка услышит» «Няня, не горит свеча, и скребутся мыши» «Я боюсь того сыча, для чего он вышит» И Александр Галич «Но мучительно и странна, все одна дребежит струна» Повела тропинка криво Требежит струна Птица сыч кричит тоскливо Значит, ночь темна За недальним поворотом Прячется мешан И вормочет при вороту Грешная душа Эх, она корыла Ноченько меня Я давно вову скакал Да нет коня Эй, эй 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 Как царица-маланица Огонь и битнет А лес черный лет мертвый Тот огонь и пожел А их как горячие слезы Древы от карагат Древы темные Да мертвые горят Эй 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 Тот огонь пусть разгорается Да сам окорит А из лобу и хворобу Все истепелит Они дома Пересуды пропадут И в огне И останется Спокойствие во мне Эй 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 И по мне Все это, братцы Ни дорог Ни трон Надо, надо Выбираться Из глухих Чащен Только лес Тот заколдован Некуда идти У неба Только вспомнить Слово Кушу И вести Заглубились Чьи На тени Там и ту Помешал Только ноги Не идут Эй 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 Скинили у лосок Пусть летит на восток Пусть летит на восток Тут Тут Исток Исток Ручья Где начало Начало Где земля Ничья Где сычка Ничья Эй 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 На какой листок Упадет на восток А в какой листок Залетит на восток Там слеза твоя Уходя в сердца Там печаль твоя Успокоится Эй 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 Бурелому нету края Да прогнила гать Знать Судьба у нас такая Круголя Давай Ты жизнь у нас такая Ох Безумная Вывози меня родная Жизнь как струнная Ну давай Да вот Мучительно Странно Ты бежит А ты бежит Как на струна Эй 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 Спасибо Спасибо Периф Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok